Теперь в Совете не 23 человека, как было раньше, а 35. Кроме специалистов в отдельных отраслях, туда вошли и простые жители. Те, кто на встречах с Вениамином Кондратьевым поднимал важные и актуальные для города и края вопросы. Также на встречу пригласили гражданских активистов. Начиная разговор, губернатор подчеркнул, сегодня у региона целая армия общественников, которые не хотят быть сторонними наблюдателями, а хотят заниматься реальными делами. Любая общественная организация или общественник должен быть навигатором. Навигатором, подчеркну, для власти, а не детонатором для общества. Покажите путь. Вы же реально по земле идете, реально ощущаете. Вот как вы видите выход ситуации. Чем активнее будет позиция жителей края, тем больше проблем мы сможем вместе решить. Безактивной позиции ничего власть не сделает. А вот эта пассивная позиция, она будет на руку власти. Любой. И муниципальной, и краевой. Все вопросы, которые обсуждались, обращения и просьбы жителей Кубани. Общаясь с губернатором, горожане подметили, что готовы стать помощниками и навигаторами для власти. Вместе решать насущные проблемы и вопросы, как в больших городах, так и в маленьких станицах. Главное, чтобы было доверие. Тогда будет и диалог. Для того, чтобы была стабильность в обществе, обществу нужно, чтобы верила в власти своего общества. Правильно. А у нас этого нету. Давайте на уровне районов. Должны вот такие круглые столы быть. На уровне районов решают активные граждане что-то, да? Не получается нас. Выходим на город. На встрече жители и общественники подняли вопрос, связанный с расширением Ростовского шоссе в Краснодаре. Как подчеркнули горожане, при подготовке и ремонте дороги их мнение не учли. В свою очередь городские власти подчеркнули, что этот капремонт необходим. Он поможет разгрузить дорогу от бесконечных пробок. По мнению губернатора Вениамина Кондратьева, проблемы возникли из-за того, что вовремя не была проведена разъяснительная работа с жителями. И сделать это должна была подрядная организация, а городские власти проконтролировать. Губернатор поручил Краевой комиссии на месте разобраться с капитальным ремонтом Ростовского шоссе. Найти компромиссное решение, чтобы интересы города и жителей не противоречили друг другу. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.